Золотая осень на Пульс Радио Служба судебных приставов исполняет важные для государства функции, реализуя принцип «нарушил, отвечай по закону». О самых актуальных моментах работы судебных приставов вопросы напрямую руководителю службы судебных приставов Мариэл, главному судебному приставу республики Анжеле Эммануэлидя. Анжела Валентиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с темы, которая остается злободневной на протяжении уже многих лет. Это, конечно же, алименты. Многие плательщики по алиментам, вступая второй раз в брак, забывают о своих обязательствах. Как судебные приставы поступают в подобной ситуации и может ли взыскание быть обращено на имущество новой семьи? К сожалению, такие случаи есть, когда мужчина забывает о своих детях от первого брака. И мы, конечно, в этом случае обязательно придем и во вторую семью, и в третью, если она будет, и будем арестовывать имущество. Потому что вступление в брак, рождение других детей от нового брака, оно не освобождает никак должника от тех обязательств, которые стоят перед ним по решению суда. Анжела Валентиновна, в последнее время нередки случаи, когда суды назначают административное наказание в виде обязательных работ. Как судебные приставы отслеживают исполнение подобных приговоров и где обычно такие нарушители отбывают свое наказание? Контролирует судебный пристав в практике по методике нашей положено раз в неделю. То есть пристав приходит на это предприятие, где должник отбывает административное наказание в виде обязательных работ и проверяет, как он соблюдает трудовую дисциплину, как он осуществляет явку на обязательные работы. Потому что все же обязательные работы, они проходят, если должник наш работает еще на основном месте работы, да, то, конечно, это бывает после уже рабочего времени, в выходные дни. И все-таки о каких видах работ идет речь? Куда направляют, например, по решению суда должников в Ешкар-Але? Ну, так самое распространенное и обычное – это убирать улицы, территории города. Очень полезная, я считаю, работа. Анжела Валентиновна, расскажите, пожалуйста, об алгоритме действий судебного пристава исполнителя в случае неуплаты гражданином штрафа, будь то штраф ГИБДД или какой-либо еще. Если штраф в суда, то тут при неуплате штрафа в срок, установленный законом, судебный пристав исполнитель составляет протокол по статье 20.25. То есть сумма этого штрафа может еще удвоиться. Но в этой же статье есть такая санкция, когда, может быть, при повторном, опять-таки, при повторной неуплате должник уже подвергается аресту. И такие случаи у нас в республике есть. Судебный пристав возбуждает исполнительное производство, извещает об этом должника. И если должник не исполняет в тот добровольный срок, который установил судебный пристав, то еще плюс к долгу по штрафу приплюсовывается тут уже исполнительский сбор. Исполнительский сбор у нас с января 2014 года увеличился, внесены изменения в закон. Раньше он был 500 рублей, теперь он составляет 1000 рублей с должника гражданина. И 10000 – это с должника юридическое лицо. Дальше опять не выполняется требование. Судебный пристав-исполнитель составляет протокол, это если не судебный штраф, составляет протокол уже по другой статье. Это статья 17.14 административного кодекса. Там штраф предусматривается от 1500. Ну вот, легко, наверное, просчитать, да, что это очень сильно, скажем, бьет по карману. Лучше пойти заплатить 500 рублей, чем впоследствии платить 3000. А как в таком случае граждане могут узнать о наличии у них задолженности, не обращаясь непосредственно в службу судебных приставов? Есть ли какой-то сервис, который позволяет сделать это, не выходя из дома? Да, сервис есть. Сделать это очень легко. Надо зайти на сайт нашего управления. Там имеется ссылка, называется «Банк данных». Войти туда и уже внести все свои данные, фамилия, имя, отчество, дата и год рождения. И автоматически наша система выдаст, являетесь вы должником, либо нет, и какова ваша сумма долга. Анжела Валентиновна, вы приехали в Мариел из другого региона и работаете в должности главного судебного пристава республики вот уже почти год. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях от Йошкар-Алэ и республики Мариел в целом. Очень красивый город. Это я отметила сразу же, как я ознакомилась с достопримечательностями города. Я никогда не была в Италии, но вот такое ощущение, что я там все же побывала. Когда я посмотрела эти красоты, это, конечно, впечатляет. Анжела Валентиновна, впереди ваш профессиональный праздник. Может быть, есть какие-то слова, с которыми вы хотели бы обратиться к своим коллегам? Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником, Днем судебного пристава. Конечно, наша работа, она очень сложная, напряженная, нелегкая, но этот труд, он очень важен и нужен для всех наших граждан, для нашего государства в том числе. Хочу вам сказать большое спасибо за вашу работу, за ваш самоотверженный труд. Анжела Валентиновна, со своей стороны поздравляю вас и ваших коллег с вашим профессиональным праздником. Большое спасибо, что пришли в нашу студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. До свидания. Новая осень На Блиц-ФМ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова